Экологически опасный проект дороги Одесса-Южный через территорию природного парка на Куяльницком лимане будет изменен. По обращению общественной организации «Зеленый лист», Министерство окружающей среды и природных ресурсов Украины согласилось ужесточить условия строительства. По проекту дорога Одесса-Южный протяженностью 11,5 километров должна проходить в непосредственной близости от Куяльницкого лимана. По четырем полосам за один час будут проезжать 12 680 автомобилей. Национальный природный парк Куяльницкий – уникальный объект. Четыре года назад специально принятым законом лиманы прилегающие территории объявлены курортом государственного значения. Он защищен Бернской конвенцией об охране дикой флоры и фауны и природных средств существования в Европе. Украина обязалась выполнять условия этого международного документа. В ноябре общественная организация «Зеленый лист» направила Министерству окружающей среды и природных ресурсов Украины предложение об изменении проекта. По расчетам экологов, строительство по намеченному плану нанесет непоправимый ущерб. Дорога перережет 2,5 километра территории плавнее вдоль берега лимана. На участке останутся отвалы грунта, что приведет к уничтожению водно-болотных угодий. Исчезнет среда обитания десятков видов растений и животных. Большая часть источников пресной воды будет засыпана. Как результат – изменение климатических условий на значительной территории вокруг лимана. Общественная организация «Зеленый лист» предложила включить в отчет службы автомобильных дорог в Одесской области об оценке влияния проекта на окружающую среду ряд показателей. Ведомство должно учесть результаты анализов воздействия строительства и эксплуатации дороги на растительный и животный мир непосредственно сам лиман и условия жизни местного населения. Чтобы было рассчитано, какое количество техники должно выполнять эти работы, какое количество грунта будет перемещаться, как это будет влиять на окружающую среду конкретно, откуда будет завозиться грунт, вибрационные нагрузки, шумовые нагрузки, свет, как все это будет влиять на жителей прилегающих населенных пунктов и на живые организмы, которые там находятся. Дорожная служба назначила тендер на выполнение данного этапа работ, при этом указала в тендерной документации конкретно этот отрезок. То есть, каким образом можно назначать тендер, не имея еще по сути согласования с экологами, мне непонятно абсолютно. И здесь, наверное, уже будут разбираться правоохранительные органы, потому что в случае несогласования и непрохождения этого этапа, можно будет говорить о растрате бюджетных средств. Большую часть предложений экологов Министерства окружающей среды и природных ресурсов Украины приняло. Дано указание службе автомобильных дорог в Одесской области, внесли их в будущий отчет об оценках влияния дороги Одесса-Южной на окружающую среду. Субтитры создавал DimaTorzok